Приветствуем вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Смотрите, в первую очередь я хотел бы вообще-то обратить ваше внимание на то, что вы как-то сами-сами завели второго ребёнка, вот, и получается... не дочитали своих сил. То есть, почему у меня есть ощущение, что вы одна с детьми? Где родственники, где отец, в конце концов, с которым даже если вместе вы не живёте, даже если у вас там проблемы в отношениях, которые, кстати, можно постараться решить, при желании, который может и должен, в принципе, общаться с своими детьми, заниматься с ними, проводить с ними время или платить алименты, если он этого делать не хочет. Вот, это первое. То есть, я не очень здесь вижу момент в том, что вы завалили на себя всё. То есть, вы считаете, что вы должны, у вас есть проблемы в том, чтобы сказать «нет». Неумение говорить «нет» в итоге всегда-всегда приводит к агрессию. То есть, вы, там, грубо говоря, подчиняйтесь, 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 а потом раз и всё. И взорвают. Вот, здесь личные границы мне говорят «нет». Следующее. Чувство вины. Мне кажется, что у вас оно есть. Чувство вины, что вы не справляетесь, там, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. Ну, наказание, вообще говоря, крайне неэффективная история. Я не очень, если честно, вижу результаты наказания. Тем более, наказание – это внимание. Да, это отрицательное внимание, это негативное внимание по отношению к ребёнку, но это внимание. И ребёнок вполне может, в общем-то, пользоваться тем, что его наказывают для того, чтобы чувство вины вызвать и внимание привлечь. То есть, это, по сути, вот такая ловушка для вас. Смотрите, у вас детей нет. Я не знаю, в какой ребёнку лет. Вот вы не написали, сколько вашему младшему ребёнку лет. Так вы написали, что он двух лет не спит днём, а в садике ещё недавно. То есть, я так понимаю, что ему где-то 3-4, я так понимаю, я не помню, в какой угол он в садик ходит. Вот. А... В этом функционально здесь, что старший ребёнок и что младший ребёнок. Почему младший, например, вы, старший, вы помогаете в своей, ну, школьной программе. То есть, как бы, совсем. Ну, чтобы она лучше училась, ну, пусть учится, так как может учиться. Если у неё хорошо получается, она может сделать сама, пусть сделала сама. Если у неё плохо получается или там не очень хорошо, ну, пусть, как получается, сделает. Помощь в домашнем задании ребёнку по факту, искажения и его собственной успеваемости. Вот. И, как бы, размытие, получается, картины успешности ребёнка. Вот. Когда, ну, грубо говоря, там, оценку за домашнее задание получает не ребёнок, а вы. Вот. И зачем это? И так, собственно, во многих я уверен вещах. То есть, это вот ваши проблемы, которые я озвучил вам несколько ранее. Они мешают очень сильно. И вам действительно не остаётся времени на себя. Так а вот у вас времени на себя не остаётся, я понимаю. Так это связано с тем, что вы просто-напросто всё себя своим детям отдаёте и всё. А как тут просто, как тут по-другому-то может быть? Я вот этого не очень понимаю. Как тут может быть иначе? Вот. И я уверен, что вы хотите себе помочь. Вот вы говорите, да, как себе помочь. Я уверен, что ваша идея помощи, ну, помощи себе, она основывается на изменении детей. То есть, не себя, а детей. Вот. Иначе бы вы, ну, как мне кажется, вопрос несколько иначе ставили бы. Вот. 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 Ни так как. Ну. Ни так как вы его озвучили. Понимаете, да? Вот. Стой я, да, да, да. Стой я милю. То есть вот. Это, в принципе, какой ответ. Вот. То, что я, ну, то, как я могу вам ответить. Вот. Исходя из того, что вы написали. Вот. Исходя из того, что вы нам дали. Вот так могу вам ответить на вопросы. То есть я, в общем, ну, в общем-то, я понимаю, что, наверное, этого не лето, но тем не менее. То есть, что здесь важно, что здесь важно, ну, важнее всего понять. Важнее всего вам для себя понять, наверное, следующее, что ситуация с детьми, вашими людьми, вот, в целом, да, следовать от вашими людьми в целом. Это системное, такое системное проявление, системная модель, вашего отношения к себе. То есть, то есть, и, в принципе, устраивание, как бы, ну, в принципе, устраивание отношений с людьми, и не только с людьми, но и с собой, самой собой тоже. Вот. Это просто вот, чтобы вы, ну, может быть, лучше, да, понимали ситуацию, ситуацию. То есть, это вот дело-то не в детях, а, вот, а дети здесь не причем, да, то есть, это, как бы, здесь, дело не в детях, вот. Дело вас все от того, от того, от того, каким образом вы устраиваете, вот, отношения с людьми, да, ну, вот, в том числе и с собой. Ну, вот, а вот, а вот, в том числе, от этого вот зависит то, насколько вы успешно будете в, а, значит, в своем материнстве, ну, так, опять же, нужно понимать, наверное, что не только в своем материнстве. Но и про материнство. Я думаю, что здесь дходит речь еще и про амммны и про дружбу с, значит, ну, с людьми, и про супругу за мужество, и про, там, скажем, некую, некую, значит, модель сексуального поведения, да, и прочее прочее прочее. То есть вещи все это вот достаточно, ну, достаточно серьезные, вот, достаточно важные, и я надеюсь, что вы, ну, относитесь к этому вот как, как минимум, серьезно, не знаю, потому что, если готовы осуществлять, то остаться будут скупляться, и что куда более важно, это то, что из-за этого будут, в общем и целом, страдать ваши дети, в первую очередь. Вот. То есть именно дети будут из-за этого страдать ваши, потому что, ну, в какой-то степени они уже страдают. Сейчас из-за того, что вы не можете, там, правильно себя с ними поставить, грубо говоря. Вот. То есть это вот такая достаточно, ну, серьезная проблематика здесь. Вот. Это то, что можно вам сказать, это то, что можно вам ответить, исходя из того, что вы вот написали, исходя из тех, ну, исходя из той информации, которую вы предоставили, поставили нам. Я полагаю. То есть это вот так вот можно ответить вам на вопрос, на ваш, который вы задаете. Вот. Значит, все, в принципе, наверное, пожалуй, на этом можно будет закончить, закончить уже мой ответ, потому что, там, чтобы дальше просто, наверное, уже какое-то гадание будет, да, чтоб я на культу припинил, гусь, мне потом не хотелось. Вот. Ну, такой вот подход, да, я могу вам дать. Вы можете изменить все, вы можете совершенно спокойно поменять то, что происходит сейчас, вы можете все это изменить. Вот. Если у вас есть такое желание, вы можете это сделать. Вопрос заключается в том, хотите ли. Вопрос заключается в том, интересно ли это вам. Вопрос заключается в том, готовы ли вы меня там именно сами меня не ебать. там, вот, ну, вот, например, своих детей, что они, они не должны меняться, наши дети. Они раз и то развиваются, они делают, делают, в общем, то, что вы, ну, чему вы сами хотите поставить по большому, счёт. Вот. А мне именно вам нужно и своим поведением, как бы, учить их жить. Потому что я боюсь, что сейчас не старшая ваша, значит, младший ребёнок не обладают тем уровнем самостоятельности, который необходим для того, чтобы чистить себя максимально комфортно, максимально корректно, максимально удобно. И самое главное, вот тут, чистить себя, ну, так, в такой вот самоактуализирующемся, самоактуализирующемся контексте. Вот. Я боюсь, что ваши дети, они сейчас этого не ощущают. Я так, я боюсь этого. И вот вы можете эту ситуацию, в принципе, исправить. Как бы, если, вот, поработать над собой, если привлечить своего мужа, в частности, к воспитанию ребёнка. Потому что, ну, как бы, к отцу ребёнок более, ну, более будет восприимчив. Я бы так сказал. Вот. То есть, это всё, опять же, это всё к вам. Ссоры, это всё к вам. Это всё к вам. Всё вопросы к вам. Вот. Ну, к счастью, к сожалению, я, честно говоря, не знаю даже. Ну, всё вопросы к вам, в любом случае. Нигде там. И все вопросы к тому, на что вы готовы, готовы ли вы меняться ради, там, своих детей, допустим. Вот. Это очень, ну, это принципиальный момент, на самом деле. Вот. Вот то, что я могу вам сказать. То, что могу вам ответить, исходя из той вот информации, которую вы предоставили нам. Вот. Вот, в принципе, так. В этом, я полагаю, можно закончить мой ответ. Вот. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы до себя что-то обязательно и влучите. Вот. Я вам, в свою очередь, желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим образом для вас, вот, максимально настолько, насколько возможно. Вот. Удачи!